Илья Ильф и Евгений Петров. Золотой теленок. От авторов. Обычно по поводу нашего обобществленного литературного хозяйства к нам обращаются с вопросами вполне законными, но весьма однообразными. Как это вы пишете вдвоем? Сначала мы отвечали подробно, вдавались в детали, рассказывали даже о крупной ссоре, возникшей по следующему поводу убить ли героя романа «12 стульев» Остапа Бендера или оставить в живых. Не забывали упомянуть о том, что участь героя решалась жеребием. В сахарницу были положены две бумажки, на одной из которых дрожащей рукой был изображен череп и две куриные косточки. Вынулся череп, и через полчаса великого комбинатора не стало. Он был прирезан бритвой. Потом мы стали отвечать менее подробно, о ссоре уже не рассказывали, перестали вдаваться в детали, и, наконец, отвечали совсем уж без воодушевления. Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем. Как братья Ганкуры, Эдмонд бегает по редакциям, а Жуль стережет рукопись, чтобы не украли знакомые. И вдруг, енообразие вопросов было нарушено. «Скажите», — спросил нас некий строгий гражданин из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции. «Скажите, а почему вы пишете смешно? Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли?» После этого он долго и сердито убеждал нас в том, что сейчас смех вреден. «Смеяться грешно», — говорил он. «Да, смеяться нельзя, и улыбаться нельзя. Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться». «Но ведь мы просто смеемся», — возражали мы. «Наша цель сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода». «Сатира не может быть смешной», — сказал строгий товарищ, и, подхватив подругу какого-то кустаря-баптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повел его к себе на квартиру. Повел описывать скучными словами, повел вставлять в шеститомный роман под названием «А паразиты никогда». Все рассказанное не выдумка, выдумать можно было бы и посмешнее. «Дайте такому гражданину аллилуйщику волю, и он даже на мужчин наденет паранжу, а сам с утра будет играть на трубе гимны и псалмы, считая, что именно таким образом он помогает строительству социализма». И все время, покуда мы сочиняли «Золотого теленка», над нами реял лик строгого гражданина. А вдруг эта глава выйдет смешной? Что скажет строгий гражданин? И в конце концов мы постановили А. Роман написать по возможности веселый. Б. Если строгий гражданин снова заявит, что сатира не должна быть смешной, просить прокурора республики привлечь упомянутого гражданина к уголовной ответственности по статье, карающей заголовотяпство со взломом.